Не пугайтесь, в таком виде я буду недолго. К счастью, волосы быстро растут. Но за то время, что я ношу стрижку а-ля призывник, и в самом деле, чего только не довелось услышать от друзей, знакомых и даже людей, с которыми я долгое время не общался. Сначала на вопросы, зачем ты это сделал, отшучивался, а потом такое пристальное внимание стало утомлять. И в какой-то момент стало интересно, почему так происходит, почему общество с трудом принимает тех, кто чем-то отличается. Поэтому сейчас будем разбираться, откуда берутся стереотипы и как себя вести, если вдруг вы сами стали белой вороной. Для начала стоит понять, почему люди в принципе меняют внешность. Всегда есть определенная мотивация. Речь идет о сознательной стрижке или окрашивании волос в совсем уж необычный цвет. По словам психологов, у подростков это способ самоутверждения. Если так поступает взрослый человек, это говорит о том, что в его жизни начались определенные кризисные моменты. Мы привыкаем в своем коллективе, среди своих близких к тому, как выглядят наши люди. Начинаем к ним относиться стереотипно достаточно. То есть, ну, примерно я знаю, какой ты. Я где-то клею ярлычок и так к тебе отношусь. И вдруг среди, что называется, полного покоя я понимаю, что, может быть, или заново могу посмотреть на этого человека, который вдруг совершенно поменял внешность. Так бывает иногда, что человек меняет свою внешность под влиянием неких внешних объективных обстоятельств. Ничего он сделать с этим не может. Бывают и болезни, и другие неприятные ситуации. И, конечно, на первом этапе нужно просто элементарно принять себя новым, а это достаточно сложно. Для того, чтобы принять это проходило легче, нужно всегда помнить, что в межличностном общении людей внешность влияет на собеседников только первые 15 минут. Потом внешность уходит на второй план, и, ну, можно сказать, общается уже личность и личность. Каролина – фотограф. С июня она работает над проектом «Стереотипы о красоте». Он дает возможность мужчинам и женщинам, у которых есть или были комплексы, связанные с внешностью, рассказать свою историю. Все началось с того, что сама девушка побрилась наголо. Когда я побрилась на Аласа, во-первых, были конфликты некоторые с окружающими людьми по поводу такой резкой перемены моей внешности. И у меня еще были конфликты с самой собой, потому что мне очень сложно было идентифицировать себя в зеркале. То есть я смотрела на себя в зеркало и не понимала вообще, кто это. И так было где-то дня 4, потом я уже начала постепенно привыкать. И мне было очень интересно следить вообще, как меняется какое-то отношение окружающих меня людей и как меняется это принятие себя. Кому-то из участников, которые обратились к Каролине, было раскрыться проще, кому-то сложнее. Она рассказывает, что истории людей, которые были опубликованы в рамках проекта, помогли стать увереннее и другим людям. «Я прекрасна, во мне прекрасны даже изъяны. Пока я пришла к этому пониманию, прошло около 9 лет. Я понимала себя, я принимала себя, я окружала замечательными людьми. Красота – это субъективное понятие. Сколько людей, столько и представлений о ней. Людям нравятся и пышные, и тонкие, и высокие, и низкие, с розовыми волосами, и короткостриженные. Единственное, что важно – тот свет, который виден в твоих глазах. Когда ты уверен в себе, принял себя как уникальное явление мира, у людей не возникает необходимости подстраивать тебя под стереотипы, а у тебя – потребности что-либо доказывать». «Я весьма много езжу по разным странам, и я хочу поснимать как можно больше разных людей из разных мест, с разным каким-то опытом жизненным, разного возраста, для того, чтобы понять вообще, какие у них комплексы, как они с этим борются, какие стереотипы есть в их обществе. Это такой, как анализ, как исследование этого вопроса». Планировалось, что в проекте будут участвовать только женщины, но со временем оказалось, что и мужчинам есть что поведать. Каролина фотографировала людей в Приднестровье и Молдове, в ближайших планах отправится в Испанию. В ее объективе уже побывало около 45 человек. Сколько их будет в итоге, пока неизвестно. «Я не знаю, когда проект закончится. Даже вообразить себе не могу. Когда я почувствую этот внутренний стоп, вот тогда он закончится. Я не ставлю себе никаких дедлайнов, и у меня все-таки есть цель как можно больший охват сделать людей, поэтому, скорее всего, я буду в параллельном режиме работать просто над ним какое-то время». Что касается отношения к внешности, психологи советуют уяснить важный момент. Для каждой эпохи были характерны свои эталоны красоты. Если вы не попадаете под современные, навязанные маркетологами, предпринимать ничего не нужно. Важно найти собственную индивидуальность и быть в гармонии с собой. И не забывайте, фраза «встречают по одежке, провожают по уму» все еще работает.